Всем привет! Так уж получилось, что я немного перегорела и устроила себе каникулы. Да, немножко рано, чуть-чуть не дотянула до зимних каникул, но тем не менее, силу мне не хватает даже на простую работу. И потому что я очень много работала последние полгода, и теперь мне просто нужно отдохнуть. Я знаю, что меня большинство в этом поддерживает, так что спасибо большое. Я об этом просто сообщала в своих соцсетях, и посты там сейчас немножечко уменьшились. Но я честно хочу сказать, я уверена, что после нового года я точно вернусь в норму. К чему все это странное вступление? Я веду к тому, что и темы для роликов я не хочу брать суперсложные. Да и делать у меня что-то большое просто нет сил. Поэтому пока я делала этот простой коммишен с портретами, я решила, а почему бы не поговорить на тему простых стилей и простых картинок. Потому что сейчас я временно страстнее делать большие сложные арты и какие-то полноценные работы с тонюсеньким там лайном, прорисовочкой. Да, это звучит странно, учитывая, что буквально получается два ролика назад у меня была такая работа. Но тем не менее, я сейчас хочу отдохнуть, чтобы у меня больше не болели руки и не болела голова. Но запись мне нужна была все равно и ролик мне нужно было сделать все равно. Поэтому я очень сильно переживала и не могла решить, стоит ли мне записывать простую работу. Но как видите, спидпейнт есть, а значит я все-таки решила попробовать. Надеюсь, все окей. Погнали. К сожалению, довольно часто вижу комментарии, что простой стиль с плоскими там тенями и какой-то небольшой детализацией, это вообще деградация. И вообще, это даже не рисование, ведь так умеют, если не все, то как минимум большинство. В свое время я ушла в простой стиль и мне хотелось накладывать тени одним слоем, без тушевки и просто пилить что-то околомультяшное. Не прорисовывать там глаза, просто накладывать тени одним цветом и все. И даже мне, человеку на тот момент без аудитории писали, что я обленилась. Да, вот такое вот странное заявление. Стилизация это лень, ведь мультики не похожи на людей, а плоские тени ты не вручную рисуешь из-за тебя. Это делает граф-планшет. Я просто помню, что тогда я действительно загонялась из-за подобного комментария. Хотя мозгом-то я понимала, что чел, ну явно это дебил, раз написал мне такое и вообще додумался. Мне нравились мои те арты как раз тем, что они были простые. И мне нравилось делать что-то несложное, но при этом яркое и брать скорее количеством. Мне хотелось на тот момент рисовать больше картинок, а не рисовать одну картинку три дня. Поэтому я ушла в простой стиль. Но почему-то были люди, которые не могли разделить мое мнение, ну либо хотя бы понять меня. Если ты не тратишь на картинку часов семь, то это типа плохая картинка. Довольно странно наблюдать за этим явлением вру комьюнити. И да, именно вру, потому что иностранцы такой фигней страдают меньше. И просто, к слову, можете не прикапываться. У них свои загоны, так что я не говорю, что англофандом лучше. Можете не пытаться. Просто действительно у нас как-то больше любят реализм и все его ответвления. Не зря же все так хотят пойти продавать свои картинки на иностранные сайты. Там и стилизация, и авторский стиль ценятся больше, чем у нас. Но не суть, я отвлеклась чуть-чуть. Простые картинки. В свое время я застала срач своего любимого художника из рук комьюнити за то, что она упростила свой стиль. Ну вот не захотелось человеку рисовать каждую прядку, хотелось ему волосы одним пластом делать и фигачить одну тень сзади. Хотя скилл есть, и она прекрасно рисует и детальные, и простые работы. И она спокойно может вернуться назад и прорисовать абсолютно все, что захочется. Но люди тогда этого не поняли. Они решили, что это деградация. Ведь не может появиться у художника спонтанного желания попробовать себя в чем-то противоположном. Простить арт так, чтобы он оставался красивым. И понятно им, работа так-то не из легких. Куча дедайлинг на картинке не равно скилу, но люди не всегда это почему-то понимают. У меня есть много детальных работ, причем довольно старых. Но их детальность нет, мне этого факта, что скилла там особо и нет. Я тогда потратила несколько дней на отрисовку одной большой работы. И я хочу сказать, что она мне до сих пор нравится. Я молодец. Потому что свои картинки ребят надо любить. Потому что всегда найдется чел, которому вы не понравитесь. Так что любите себя. Но смысла в этих картинках особо не было. Просто потому, что часы, потраченные на работу, не определяют мой скилл. И это грустно. Но, увы, это так. Даже если я напишу, что я потратила на эту работу много часов, это не сделает ее лучше, если я в целом плохо рисую. Так вот. Рисовала я такие простые картинки. По моим меркам простые, конечно. Несколько лет точно. Но вот недавно я почему-то решила, ну что-то скучно, мне надоело. И я опять ушла непонятно куда. Напоминаю, что речь идет не про арт на фоне. Он делался на чиле, на расслабоне, очень быстро. Я говорю в целом. Я не знаю почему. Но у меня вновь появилось желание сидеть у монитора по несколько часов. И пытаться прорисовать каждый локон убриз на башке. Верить мне явно, так этого не хватало в жизни. Но зато я опять доволен собой. Ну, просто доволен, что могу делать и так, и вот так. Потому что обозрать меня успеют другие, а себя я должна хвалить. Кстати, чуть-чуть про зону комфорта. Художников частенько ругают за то, что они, боже мой, рисуют то, что им нравится. Ну, знаете, там портретики в три четверти. Я, честно говоря, не знаю. Я просто не знаю, какая у других людей зона комфорта. К слову, я не люблю делать портреты. И мне больше нравится рисовать полноростные картинки. Так что можно сказать, что тут я даже не в своей зоне комфорта. Не знаю, почему у меня такая нелюбовь к портретам. В общем, ругая тартеров, оказалось бы, типа, за что вообще? Ну, хочется человеку рисовать портреты. Ну, пусть рисуют. Почему какого-то человека из интернета волнует другой человек из интернета, и его нежелание рисовать что-то другое? Чаще люди оправдывают эти слова тем, что, ну, я хочу, чтобы ты развивался и становился лучше. А может, он не хочет. Ну, может, нравится ему то, что уже есть. И у меня был период, когда я вообще не хотела ничего рисовать, кроме полтела на белом фоне. Ну, знаете, просто не хотелось. И сразу скажу, что на тот момент никто такого мне не писал. Но я просто видела комментарии такие у других, и видела, как люди жалуются на подобное. Так что, видимо, эта проблема все еще существует в нашем мире. Так вот, никто мне про это не писал, как же я тогда вышла из этого и начала рисовать посерьезки. Пошла там туториалы смотреть, рисовать сложные вещи, которые я никогда не делала до этого. Может, мне все-таки кто-то написал? Не, ребят, вообще нет. Я просто внезапно утром проснулась и решила. Не, ну, это пораж. Надо срочно что-то менять в своей рисовательной жизни, иначе я так умру. И сейчас примерно такая же фигня. Я делаю только то, что хочу я. Куча комментов на меня не повлияла. И я все равно рисовала простые картинки до того момента, как меня не перехотело этого делать. Теперь же я рисую по-другому исключительно, потому что, ну, мне захотелось. И все. Я просто помню, я внезапно с перпинг поменяла спрайты на нашем канале. И очень, очень много людей писало, что раньше было лучше. Хотя это довольно странное заявление, ведь лучше явно не было. Там был, ну, очевидный прогресс. Не знаю, не знаю, почему люди так написали. Возможно, просто привыкли к старым картинкам, но... В общем, это было просто видео с размышлениями на тему простых картинок. Любите свои картинки, это самое важное. И не надо, не надо ни в коем случае ругать людей за стилизацию. Пусть они делают то, что хотят они. Если они от этого счастливы, то почему нет? Никому от этого неплохо. Никто не умрет, если будет рисовать простые картинки и портреты в три четверти. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ВК, Инст, Твиттер. Всех люблю, всех целую, всем отличного дня.